Привет, друзья! С вами Волосатый Ежов. Наверняка вы сейчас будете ругаться по поводу того, что я давно не записывал ролики. Но на самом деле всё очень просто. Я в Телеграме писал, конечно, что устал от камеры, у меня был такой незапланированный отпуск. Но на самом деле всё гораздо проще. Смотрите, мы когда были в Сочи, создали Кате канал. Ей надо было снимать контент. И я для того, чтобы не мешать и не делать полный дубль того, что снимает она, просто уступил ей место. И по сути, все ролики снимала она. Поэтому обязательно потом подпишитесь к ней на канал. У неё ещё 5 или 6 роликов будет из Сочи. Ну а я буду продолжать снимать домашние влоги. Ну и традиционное начало влога. Рассказываю вам о погоде. В Москве сегодня 32 градуса, жарюка. У меня тут в комнате из-за этого полный ад. Очень жарко. Но с другой стороны удобно, потому что мы сейчас сушим вещи. Всё, что привезли из Сочи, перестирываем. Видите, тут такой полный бедлам. Вещей так много было, что даже места не хватило. Поэтому используем даже вот створки, да, ящички для того, чтобы повесить вещи. У нас тут ещё было всё завешено на дверях. Но там более-менее что-то повысыхало. Ну и вот, Катюша, если вы вдруг соскучились. Потому что она не так часто. Ты это разописываешь. Почему? Я к тебе второй раз иду. Я просто посмотрел предыдущий дубль, он дурацкий получился. Потому что там я в комнате хреново снял. И засветы были. По поводу засветов. У меня сейчас старенькая камера 80D 2016 года. Она очень круто снимает. Но, к сожалению, не умеет быстро работать вот так с контровым светом. Видите? То есть достаточно медленно вот этот переход происходит. Сейчас вот так вот вам покажу. О, видели? Приходится иногда страдать, когда яркий свет. И сначала нажимать кнопку записи, а потом уже что-то говорить. Для того, чтобы что-то было видно. Чё ты ржёшь? У тебя-то камера. Я в этом плане застыркаюсь, стыркаюсь. У тебя-то камера огнище. Всё лучшее детям. А себе вон старый аппарат 2016 года. Купил себе самое дешёвкое средство для мытья посуды. И хочу использовать его в машине. В оболоке всё время какая-то есть плёнка жирная. Вот, не знаю, сработает или нет. Буду держать вас в курсе. Катя правильно подметила, говоря о том, что я уже использовал этот лайфхак. Но дело в том, что в прошлый раз я налил буквально 2 капелюзики на вот такую баклажку. И эффекта никакого не было. Сюда я сейчас бахнул, ну, не знаю, грамм 50, наверное, средства. То есть, наверное, 25% такой бутылки. Я не помню точно, сколько там миллиметров. Сейчас залью и посмотрю. Ой, иди сюда. Покажи-ка мне эту грязную. Надо бы её помыть. А ещё у Вольба мне не нравится вот эта крышка. Смотри, она, видишь, всё время так и норовит назад. Я её вот сюда стараюсь поддеть. Но тут есть отдельно горловина. Она в комплект ушла. Но мне немножко это парит. Каждый раз её доставать. Ну, ладно. Надеюсь, сработает. Ой, блин, как льётся. Пузыри идут. А ничего, что ты пролил? Да не, это пофигу, это ж вода. Так горячо. Жесть. Сколько машине? В машине 38. Поставим 21 градус. Вина всё. Вообще невозможно жарко. Давай проведём эксперимент. О, видишь, пенка пошла. Ну, кстати, ну, там плёночки не грязи, а вот этих майсел, которые с дороги летят. То есть её видно всегда, а сейчас её нет. Слушай, ну я туда много, конечно, нафигачиваю этого средства. О, погнали. Мы, в общем, в Теремок ели, а потом к Мэду. И потом гулять. Может быть, на ВДНХ сгоняем? Я там последний раз был. Даже не помню, сколько лет назад. А я ни разу не была. И я очень жду, когда запустят колесо обозрения на ВДНК. Там уже начали подвешивать кабинки. Хотелось бы прокатиться. Я думаю, ко дню города точно запустят. Вообще мы могли с тобой, ну это, наверное, без мамухи, взять пеньки с собой. Да, ну, это с мамой не получится, она точно не будет. В Атраде уже много брендов ушло. Тут даже вывески поснимали. Такой скудный набор. Зато Sunlight всегда на месте. Мне кажется, они потом заменят это и просто будут теплокситаны на русском. Скорее всего. Два блина, цикрой, уха и оливье. Не знаю. Пойдем туда, вон за диванчиком. Видишь? Ну, вон там дальше есть. Освежает. Прикольно, смотри. Классно? Ну, это ненадолго. Сейчас она высохнет за 2 секунды. Тачка показывает, ну, все так же. Много градусов. 36. На улице так жарко, что я решил припарковаться сзади дома. Потому что тут тенек. Дарья, ну то, давай, попрыскаешь. Среди так делаешь. Мам, ну гости. Ой, здорово. Все вообще не так. Че, Димки нету? Нет. А я думал, у тебя? Димка? Нет. Ой, как жарко у тебя. Овощи. Жарко, жарко. Преое чувство. Сейчас я в тубзик быстренько сбегаю. Че, можно показать? Надеюсь. Зачем? Да куда на меня на платье? Куда раздеваться? Уйти, кроссовки. Показать, какой ты себе комод купила. А ты, говорит, комод не показывал? Нет, конечно. Конечно, не показал. Вот раньше здесь столик был, а теперь здесь комодик. Здесь, да. Сок будешь? Не, я только если водички. Ну, уютненько. А че ты, канди можешь, если че, обрубить? И на всю квартиру он здесь распространится. Я зачем сейчас, мы как бы погулять собрались? Ну, в ДНХ поедем. Поедем. Че смотришь? Магикян смотрю, последний из Магикян. Ма, вот эти часики, да, ты себе купила? Спасибо. Вот эти часы ты себе купила? Да, конечно. Я взял тебе батарейку. Дай хоть одну батарейку. Дверь взял? Начала лазить, вообще ни одной не нашла. Все у тебя оставила. И здесь получила... Новые, новые. Их надолго хватит, да. Ну, поменяю. Да какая-то купила, не посмотрела. Я в упаковке взяла, крышечки нет. И он, даже батарейку не могу, как-то с боком она встала, не влазит. Ну, в общем, часы такие. Сейчас разберусь. За 230 рублей купила для Руа. Я купила их только из-за того, что они маленькие. Они бы стоили сколько, я не знаю. Но мне большие не нужны. А это удобный вариант, смотри, его можно везде поставить. Как бы маленькие, часы типа будильные. Мы парковались прямо напротив Гика. Сейчас где-то сбоку войдем. И будем шататься по ВДНХ. А, это киностудия Горького. А сбоку там гиг дальше, да. Я обшибся. Вон она, на фоне. Очень, очень жарко, да. 100 рублей парковка здесь. 100 рублей в час. Вот. По субботам, воскресеньям, нерабочим, соточка. Я издалека не смогла. А в остальные дни полтосик. Ну, если будем гулять 5 часов, тогда, ну, пятихаточку заплатим. Нормально. Вон аппаратики. Там нужно будет потом что-то платить. Парадокс какой-то. Люди в выходной как бы массово отдыхают, да. Ну, в общем, за отдых ты должен платить. В будни, если ты отдыхаешь, то ты дешевле отдыхаешь. А тут даже, смотри, парковка только для автобусов. Причем она тоже платная. А это экскурсионные, наверное. Частные вот эти экскурсионные. Да, скорее всего. Или если у тебя здоровые автобусы, и у вас 10 человек. Первые 3 часа 200 рублей, а потом каждый час 1000. Ну, чтобы долго не стояли. Офигеть. Офигеть. Офигеть, если ты не прочитал вот эту строчку ниже, и стоишь тут бездень. 10 тысяч давай. Да. А раньше здесь был вход. А где мы здесь пойдем, я что-то не сображу. Вообще не понимаю, где мы подойдем. Я уже не знаю. А раньше же был здесь вход? Да, был. Ну, если что, там дальше пройдем. Ничего страшного. Ностальгия, блин, не могу. Ракета, павильон, космос. А я вот на таком, между прочим, летал в Анапу, когда мне было лет 12, наверное. Мне еще на день рождения подарили лего, а я не хотел уезжать. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Девчонки, что скажете, как вам ВВЦ обновленный? Я его не видела старым. Но обновленный классный. А мне тоже понравился обновленный ВДНХ, потому что я помню, в середине 2000-х это вообще был сплошной рынок. Куча индусов, электроники непонятные, шаурмячные. А сейчас такое красивое арт-пространство, но оно плюс еще и не закончено. Я думаю, будет только лучше. Но денег сюда надо грохать, сами понимаете. Огромное количество. Например, павильон Москва, вот на фоне, он еще в ремонте. Причем уже года три, наверное, не могут ничего с ним сделать. И вот так по ВДНХ еще куча павильонов, которые не сделали. Но я думаю, лет пять пройдет, будет просто супер парк. И, конечно, повторюсь, очень хочется, чтобы запустили колесо обозрения. Мне кажется, там будет классный вид. Рядом Останкинское. И, в принципе, вот по характеристикам не знаю, но вроде как говорят, самое высокое колесо обозрения именно в Европе. Я думаю, ко дню города его все-таки запустят, и мы обязательно прокатимся. Время практически девять часов. На улице светло. И мы уже в сторону машины. Сейчас отвезем маму и домой смотреть сериалы. А еще нам надо что-то купить. Продукты, наверное. Слышь, Катя, у нас вообще нечего есть дома. Да, желательно. А я вообще записывал. А ты поешь. Придется вставить. Ладно, я вообще, что камеру-то включил. Я хотел вам сказать, что мы новый сериал начали. Называется он The Boys. Как по-русски это пацаны, по-моему, я с ней ошибаюсь. Прикольная тема. Вон у меня на фоне, там, можете на стоп-кадр остановить и прочитать. Но если кратко, а-ля мир супергероев, у которых есть там всякие проблемы. Секс, наркотики и ручно-рол. Очень прикольно. Это я не пукну, если что сейчас зуб был. Это я вот так сделал, ногой. А я оправдываюсь о тебе. Правду знаю только я. Правду знаю только я. Я вообще не пукаю, если что. Ну, может быть, ночью, когда я не контролирую. Ты выпускаешь свои точки. Я тебе, знаешь, почему говорю, типа оправдываюсь? Один раз я стул ему сделал, и медведку, когда жил, и мне сказали, что я пукнул. Представляешь? Давай семечки готовь. Будем? Земечки? Земечки. Земечки, фигемечки. Чувачи, че сейчас? Настроение дурное? А ты хумус не хочешь? Нет. Нет, я не голодный пока. А там нет семечек, если что. А, ты что-то вкусненького хочешь. А у тебя одна шоколадочка есть. Одна. Одна, ну вот, давай ее. Слушай, а можешь потом эту хлебницу немножко свишем грязно? Да, или уже нет. Блин, с хлебом, я не знаю, что делать. Давай я покажу, может кому-то будет интересно. Мы купили овсяную муку, мы купили льняную муку, гречневую, полбяная, кукурузная и ржаная. И, в общем, из всех этих видов муки хлеб получается невкусный. Ну, то есть он вонючий какой-то. Я еще буду, конечно, экспериментировать, там, сочетать как-то. Ну, он даже не то, что вонючий, он перебивает вкус основных продуктов. То есть ты кладешь колбаску и чувствуешь хлеб, а не колбаску. А почему вы отказались от пшеничного? Объясни. Ну, нет, это и у себя на канале. Потом рассказывай вот эту всякую тему. Мы решили немножко питание наладить, если кратко. Но полную версию ты будешь рассказывать. Я все равно в этом ничего не понимаю. Поэтому проще сама. Больше пришлось поменять вид муки, но как-то он нам пока что не зашел. Никакой. Но все впереди. Я надеюсь, у меня получится сделать идеальный хлеб, полезный и вкусный. Самое главное, чтобы у него нейтральный вкус был. Стараюсь. Вот, и все. Других проблем нету. Давай сериал смотри. Давай. Я не знаю, где семечки, куда мы их делим. И пакеты я купила, если что. Я их вот сюда делала. А еще помимо семечек, сейчас я вам покажу. Катя меня троллила по поводу кроссворда. СМР сгадала три листа. Да. Вот это мой. Вот это Катин. 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 Вот это я начал. Или я начал. Ну, старею. Прошло еще несколько дней с момента, когда вы видели предыдущий кусочек видео. Я как сынок поставил себе игру в Far Cry 6 и все свободное время уделял ей. Катя очень сильно бесилась. Даже, я бы сказал, злилась. Да, я еще не сказал, что у нас сегодня гости дома. И Катя с подружкой поехали гулять. Скоро они вернутся. Ну, а я, смотрите, чем занимаюсь. Варюсь я со сессоны. Вот Катя как раз написала. Сессоны ждут своей очереди. И я хотел вам показать как раз шутейку. Я Кате написал то, что прошел игру. Она пишет, крутяк, значит, теперь ты весь мой. То есть она реально рада. То, что я перестану сидеть за компьютером и уделять столько времени ему. Все-таки из новенького забыл сказать то, что у меня появилась вебка. Это Logitech, стрим, что-то там с чем-то. Я подпишу где-нибудь к углу видоса, как это правильно называется. Купил ее для того, чтобы проводить рабочие созвоны. Зачем покупал? Потому что у нас есть только ноутбук. Мой. Эйр, да, на М1. И там есть вебка. Но если Катя хочет заниматься монтажом или что-то делает, то приходится отнимать. Ну и здесь качество получше. Именно для работы она прям огонь. Может быть когда-нибудь родим и начнем стримы делать. Изредка. Очень редко. Там раз в месяц, раз в три месяца. Пока не знаю. Ну что у нас новенького еще и сбыта. Мы вторую неделю моемся с тазиками. Добрый вечер. Наверняка у вас тоже уже выключали. А кому-то только предстоит. Но сегодня ее должны включить. Я вот периодически подхожу, проверяю. На горячей воды пока нет. Так что ждем к вечеру. Уже очень хочется поплескаться. Просто тупо постоять под горячей водой в душе. Но ждем. Еще хочу сделать небольшое улучшение вот этой комнаты. Дело в том, что из окна, когда светит солнце, вообще невозможно смотреть на монитор. Сплошные засветы. Это очень неудобно. Тут стоят полупрозрачные шторы. Ну то есть тюль. И штора, видите, без блэковат эффекта. Может быть, помните, у меня в Медведково на кухне стоят такие жалюзи непосредственно на окна. И мы хотим сюда поставить. То есть в течение получаса должны приехать мастера и все это дело сделать. То есть у меня будет на вот этом окне такая шторка. На этом. И сверху. Причем там блэкаут эффект. То есть не будет просвечиваться. И когда светит солнце, я хотя бы смогу нормально здесь сидеть. Монтировать, работать, играть, делать что угодно. В первой половине дня сидеть здесь, ну так скажем, люто. Ну и плюс эти шторки немножко спасут от жары. Прямо через 15 минут после того, как записывал предыдущий кусочек, приехали ребята и сделали окна. Так что моя защита от солнца готова. Давайте я вам покажу, насколько он хорошо блокирует свет. Смотрите, я одну закрыл. Сейчас вторую. И тут будет полная темнота. На всякий случай хочу сказать, что сейчас день. То есть прям день-день. И видите, комната становится идеально темно. Ну то есть маленькие просветы вот эти есть, но они вообще не помешают. Так что я очень доволен результатом. Теперь можно будет нормально сидеть за компом, когда светит солнышко. И не париться от того, что у тебя в мониторе ничего не видно. Эта история стоит около... Нет, хотя чего около, прям точно скажу. 10 900 рублей на окно состоит она из трех частей. Левая, правая и вот та верхняя. Она тоже поднимается, но я не вижу смысла ее вообще трогать. Она в принципе ничего не решает, но для симметрии она все равно нужна. Ну то есть странно будет. Если вот эта будет закрыта, оттуда будет долбить свет. Такой влог получился. Погуляли, побродили, сделали какие-то домашние дела. Ставьте лайки или дизлайки. Пишите комменты и я постараюсь в ближайшее время радовать вас воду.